МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ новости. В студии Георгий Разуваев. Главные темы сегодня. Режим повышенной готовности в Калужской области пока сохраняется, однако есть предпосылки к первому этапу снятия ограничений. 75-я годовщина. Расскажем, как отметили юбилей Победы жители Наукограда и соседних муниципалитетов. Глава региона Владислав Шапша сегодня заявил, что принятый ранее режим повышенной готовности в Калужской области на данный момент сохраняется. Однако есть предпосылки к тому, чтобы в скором времени перейти к первому этапу снятия ограничений. Для этого до конца недели необходимо создать 1200 коек для лечения больных коронавирусом. На заседании областного правительства, исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Алан Цкаев, доложил, что с учетом изолятора в регионе на сегодняшний день действует 895 коек. Ожидается, что к концу месяца это количество увеличится до 1716. Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Калужской области на момент записи нашей программы такова. Общее число заболевших – 2018. Из них 261 человек выздоровели, 15 умерли. По количеству заболевших на первом месте остается Калуга – 442 человека. В Обнинске зарегистрировано 275 заболевших, в Боровском районе – 203, в Малойрославецком – 172, в Жуковском районе – 81 случаи заболевания. Планерка главы администрации Обнинска сегодня снова состоялась с соблюдением необходимых мер безопасности в условиях эпидемии. Часть спикеров отчитывалась дистанционно. В зале руководители структурных подразделений и исполнительной власти не присутствовали. Совещание началось с отчета о работе коммунальных служб. Вячеслав Лежнин, заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства, проинформировал о дезинфекции общественных территорий Обнинска. Продолжались работы по обработке дезинфицирующими средствами объектов, находящихся в ведении предприятий. В муниципальном предприятии коммунального хозяйства обрабатывался подземный пешеходный переход, остановочные павильоны, скверы города, тротуары. Продезинфицированы были пешеходные дорожки на проспектах Ленина и Маркса, улицах Курчатова, Энгельса, Королева, Гагарина, Белкинской, Калужской, Аксенова, Лишенко, Звездной, Мира, Гурьянова и многих других. Отдельно остановился замглавы на вопросах, касавшихся ремонта городских дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» и разметки проезжей части. Разметку должны нанести до 1 июня. Обновление асфальтового полотна автодорог идет без отставания от графика, сообщил Вячеслав Лежнин. Контроль ежедневный с мониторингом и представлять на планерках еженедельно будем. Замглавы администрации по вопросам экономического развития рассказал, какие изменения произойдут в сфере торговли в связи с новым указом президента от 11 мая. Отчитался Геннадий Ананьев по обращениям от представителей бизнеса за той или иной формой поддержки. Всего поступило менее 10 заявок. Замглавы пояснил, есть определенные проблемы с предоставлением документации, поэтому число заявок невелико. Режим повышенной готовности к губернаторам продлен до 31 мая. Соответственно, все те мероприятия, которые должны соблюдаться по рекомендации санитарных врачей, они должны быть исполнены. И это является обязательным условием для функционирования деятельности любых организаций и любых объектов торговли. В прежнем режиме функционирует управление социальной защиты, рассказал его руководитель Владимир Жарский. Прием документов ведется через портал Госуслуг, по электронной почте и через Почту России. Многофункциональный центр работает только на проспекте Маркса, принимаются заявки на оказание определенных услуг и по предварительной записи. Была приведена на планерке и статистика по коронавирусной инфекции на 12 мая. Обнинцев, находящихся на лечении, 275 человек. Выздоровевших 25 человек. 5 человек умерло. Главный санитарный врач Обнинска уточняет, число постоянно меняется, приходят новые и новые результаты. Я думаю, прирост такой приличный будет у нас в городе за сегодня. Поэтому необходимо соблюдать все меры. Санитарный логический норм и правил в режим самоизоляции, он у нас не отменен. И те предприятия, которые работают, необходимо соблюдать те меры, которые предписаны Роспотребнадзором и нашими санитарными службами. По словам Владимира Маркова, в день в среднем берется около 100 анализов на коронавирусную инфекцию. Много инфицированных прибывает из Москвы и Московской области. Есть дачи, они приезжают, чувствуют себя плохо, берут анализ в том же клинике 1, у них подтверждение ковид, или они находятся на самоизоляции на дачах, или уезжают обратно в Москву. Школы продолжают обучение в дистанционном режиме. Последний учебный день – 29 мая. Даже последний звонок проведут онлайн. В детских садах, как и прежде, функционируют дежурные группы. До 31 мая изменений не предвидится. В этих группах на сегодняшний день 322 ребенка. Татьяна Волнистова уверяет – проблем нет. О работе волонтеров за выходные отчитался Дмитрий Казаков, начальник отдела по делам молодежи. Поступило 8 обращений по доставке продуктов или лекарств. 4 – консультационного характера. В этом году праздник 9 мая планировалось отмечать особенно масштабно, ведь со дня победы в Великой Отечественной войне минуло 75 лет. Но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие планы притворены в жизнь не были. Однако торжественное возложение венков и цветов к мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны, состоялось. В Обнинске в церемонии участвовали руководители Наукограда, моряки-подводники, немногочисленные жители, также пришедшие почтить память тех, кто победил фашизм. Конечно, есть грусть, я думаю, у всех у нас, но эта грусть, она пройдет. И День Победы вдохновит нас, я не сомневаюсь в этом. На новые победы духовные, трудовые, патриотические, а самое главное, победу нашего общего, российского общежития. Мы будем жить в России, расти детей в России, и сами радоваться тому, что нам досталась такая замечательная доля. Нам необходимо хранить память для нас, для наших потомков, потому что память – это десятки миллионов погибших солдат, погибших людей в пилу, в концлагерях. Председатель областного совета ветеранов свои слова обратил к молодежи, подрастающему поколению. Николай Капустин не сомневается, что молодые люди сегодня осознают цену победы. Грустно осознавать, что вот сегодня мы не можем в том полном объеме отметить вот самый великий праздник нашей страны, самый великий праздник для многих людей всего мирового сообщества. Но мы знаем, что мы победили, наши солдаты, наши воины оставили свободу и независимость нашей Родины. Слава им, слава тем, кто еще находится вместе с нами. Сити-менеджер Обнинска также высказалась о Дне Победы, как о главном празднике страны. Мы помним и благодарны тем героям, которые завоевали свободу и независимость нашей страны. Наша задача – служить Отечеству на благо его просветания и справиться со всеми невзгодами. И от всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и добра. С праздником! С Днем Победы! Позже руководитель городской исполнительной власти посетила могилы героя Советского Союза Леонида Осипенко и героя Советского Союза Ильи Трушкова на Кончаловском кладбище. К захоронениям были возложены цветы. Традиция, которая возникла, наверное, еще в советские времена. И каждый год администрация отдает честь, память нашим героям, которых мы помним, чтим, у которых учимся, как нам справляться с трудностями и как прославлять наше Отечество и нашу Россию. 11 мая исполнилось 100 лет со дня рождения контр-адмирала Леонида Осипенко, командира первой атомной подводной лодки СССР. В этот день к бюсту героя пришли почтить память его вдова Валентина Осипенко и начальник учебного центра подготовки моряков-подводников Михаил Воложинский. Для всех нас, для всего советского народа это очень значимая фигура. Именно благодаря ему была открыта эра атомного подводного плавания. Именно благодаря ему возникла школа подготовки советских подводников-атомщиков. В Обнинске есть улица, названная в честь героя Советского Союза. Учебный центр военно-морского флота и школа номер 4 носят его имя. Любовь к родине, трудолюбие и самоотверженность контр-адмирала достойны уважения и поклонения, говорит Михаил Воложинский. Леонид Гаврилович был моим мужем 24 года. В 18 лет из них он очень тяжело болел. Он был парализован. Но он все время помнил флот. Он очень его любил. Это был настоящий фанат. Он мне однажды сказал, я говорю, я был бы самым счастливым человеком, если бы меня хоть раз еще взяли в море. Большего счастья для меня не было. О флоте Леонид Осипенко не только никогда не забывал, но за годы болезни написал книгу, посвященную морской службе. В этот день Михаил Воложинский, депутат Обнинского городского собрания Владимир Светлаков и Валентина Осипенко побывали и на месте захоронения героя-подводника на Кончаловском кладбище. Память о Леониде Осипенко живет. А когда непростой период в жизни нашей страны, связанный с пандемией, завершится, пройдут и юбилейные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения адмирала. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Жители Боровского района также отдали дань уважения героям Великой Отечественной. В День Победы заместитель губернатора Калужской области Геннадий Новосельцев вместе с боровчанами принял участие в возложении цветов к воинским мемориалам. Члены ветеранских и общественно-патриотических организаций совершили автопробег, посетив места братских захоронений, а жители района, соблюдая режим самоизоляции, приняли участие в различных акциях, посвященных юбилею Победы. В этом году 9 мая отмечалось в непривычном формате. Отменен парад, концерты, а по улицам поселений не прошли колонны бессмертного полка. Начествование тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, состоялось. Минутой молчания почтили руководителя региона и Боровского района память воинов, погибших на Боровской земле за то, чтобы над нею было мирное небо. Участники церемонии возложили к мемориальному комплексу в Боровске цветы и венки. 75 лет прошло с того момента, когда наш солдат положил оружие в оружейную комнату. Прочти 5 лет он с этим оружием отстаивал независимость нашей Родины. Сколько этих солдат полегло? Правильно, как Леонид Быков в известном фильме говорил, да я тут без карты летать буду, потому что здесь могилы моих товарищей. Действительно, подвиг был совершен великий. День Победы – это наш самый главный праздник. И все то, что каждый из нас делает для своей страны, мы делаем только потому, что наши деды, прадеды 75 лет назад сделали возможным существование нашей страны. За это каждый из ныне живущих низко кланяется всем героям, всем тем, кто отдал свои жизни, всем тем ветеранам, которые живы сейчас, и сейчас могут передать опыт и все то, через что они прошли нынешнему поколению. Жители района в этот день пришли к воинским захоронениям, чтобы отдать дань памяти героям. Такой церемониал состоялся и в соседнем Балабанове, где также возложили венки и цветы к вечному огню. Из всех праздников День Победы мы выделяем как особо значимый и святой. К нему причастен каждый из нас. Память войны живет и пробуждает гордость и восхищение поколениям победителей. Главным оружием русского народа всегда был патриотизм. Оружием армии – честь, мужество и отвага. В годы войны люди отдавали самое дорогое своей жизни ради Победы. В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы общественными ветеранскими организациями были проведены автопробеги. Боровские районные отделения общероссийских организаций «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана проследовали по маршруту Боровск, Рябушки, ОПХ, Ермолина, городок Балабаново. Берем с собой подрастающее поколение, чтобы они видели, как это должно быть. Потому что наши дети, во всяком случае наши дети, которые у нас, они видят не только ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, уже очень мало осталось. Они смотрят на, как пример для них, воины-интернационалисты, ветераны войны на Кавказе, ветераны локальных конфликтов. То есть они вместе с нами чтят память, они вместе с нами отдают дань уважения. Еще в одном автопробеге приняли участие Ермолинская молодежь, представители военно-патриотического клуба «Русь» и поискового отряда «Звезда». Они посетили мемориалы в ОПХ, Русинове, в деревнях Редькино, Сатина, Ищеина, Федорина, Борисова. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ На сегодня это все. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ пять раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. До встречи!